Несмотря на дождь, к белому автобусу, который расположился на центральной площади поселка Развилка, каждую минуту подходят люди со своими домашними питомцами. О том, что здесь будет работать мобильный пункт государственной ветеринарной службы, жители известили заранее. Кошку мы нашли в подъезде. У себя, бедное, такое несчастное создание. Приутили. А про акцию насчет прививок мы узнали через интернет. В контактах в группе администрации Развилка. Житель Развилки Николай Шаталов привел на вакцинацию двух своих питомцев. Карата, которого три года назад подобрал на улице, и Джека, год назад купленного в зоомагазине. Жизнь у собак вольная, а потому прививка от бешенства для них в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Каждый год надо прививать, потому что мало ли чего. Гулять-то ходим везде, и на пруты, и в лес ходим. Мало ли, и ежики сейчас бешеные, и лисы выскакивают. А потом мы в деревню едем, там лис очень много бешеных. Так что из-за этого мы строго соблюдаем их дело. В семье Марии Радченко пять кошек. Всю эту веселую компанию также привезли на вакцинацию. Потому что хозяйка знает, мало приютить бездомное животное, надо и о его здоровье позаботиться. Мы их не разводим, у нас половина кошек собраны. То гаражи снесли, то магазин снесли. Мы их забираем, потому что не можем бросить. Все стерилизоны никого мы не разводим, потому что ну куда, пять уже. Пока Мария следит за кошками, ее помощница по очереди приносит животных на процедуру. Но с таким количеством животных нетрудно и запутаться. Следующее животное. Так, значит, кто там был? Мася, Муся. Кошка. Кошка, четыре года. Шотландская. Да, Муся. Шотландка. Получается, у нас кот Чип, семь лет, кошка Мася, шесть лет, сиамская кошка Муся, четыре года, шотландская кошка Мася, шестнадцать лет, метис. Еще кого-то не хватает пятого. Вот кого забыла. Это кто? Это Мася, шотландка тоже. Так, еще одна Мася. Да, еще одна Мася. 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы против бешенства. Но они в связи с этой датой приехали в развилку сотрудники ветеринарной службы. Чуть больше недели назад, 20 сентября, в деревне Слобода, сельского поселения Развилковская, зафиксирован случай заболевания кошки бешенством. В рамках выполнения плана, вот этих мероприятий, ликвидации этого очага, ежедневно мы выезжаем на вакцинацию домашних животных, собак и кошек, с целью предотвратить данное заболевание. Бешенство – особо опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, поражающий центральную и периферическую нервную систему. В настоящий момент разработана российская вакцина под названием Робикан, которая является эффективным средством профилактики заболевания. Во многих странах требования к содержанию домашних питомцев весьма строгие. Россия в этом плане более демократична, но отрадно, что многие наши граждане помнят слова Антуана де Сент-Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили». Основной способ заражения – контакт с больным животным. Многие владельцы домашних питомцев считают, что если их подопечный не гуляет на улице, то и прививать его не обязательно. Но, к счастью, те, кто пришел сегодня к мобильному пункту вакцинации, не разделяют такую точку зрения. Мало ли что принесется в дом с вещей, с ботинок, со всего остального, а во-вторых, могут убежать, конечно. Ну и мало того, что могут убежать, я вам скажу больше. У нас были такие случаи, мы живем на третьем этаже, что наши кошки прыгали с балконов летом за птичками. Вся процедура занимает не больше трех секунд. Руки опытного айболита делают все быстро и безболезненно. Судя по всему, животные не расстроены. Также совершенно бесплатно можно сделать прививку в ветеринарной службе по адресу город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 1В. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.